128 университетов, тысяча стартапов и более 2000 участников со всей России. Масштаб Севастопольского архипелага 2022 впечатляет. Главная задача интенсива — обеспечить ускоренный рост и поддержку проектов и команд, работающих в сфере технологического предпринимательства, а также скорейшее внедрение инновационных технологий в реальную экономику страны. Для Севастополя, который сейчас занимается актуализацией своей стратегии, мы в углову угла ставим, конечно, технологическое развитие. Высокие технологии, как раз стартапы, все, что связано с технологическим суверенитетом. Мы хотим создавать для этого инфраструктуру, мы хотим для этого делать продвинутый университет, делать здесь научные школы, выбирать те направления, которые могли бы здесь наиболее эффективно развиваться. Приоритетные направления для развития и внедрения новых технологий включат в обновленную стратегию социально-экономического развития Севастополя, разработкой которой займутся здесь же, на архипелаге. Его организаторы уверены, что обширная программа интенсива, а также акселератор для проектных команд, позволят участникам за две недели в Севастополе пройти путь развития своих идей, занимающих в обычных условиях не один год. Севастополь как место, в котором можно это будущее пощупать, свой проект проработать, найти союзников, найти инвесторов. Архипелаги — это такие места, где мы сжимаем пространство, когда вся страна приезжает в одну точку, и сживаем время, в котором можно быстрее реализовывать свои проекты. Архипелаг 2022 параллельно проходит в трех городах — Севастополе, Москве и Южно-Сахалинске. Каждый зарегистрированный участник, предприниматель, представитель университета или региональной команды может построить свою индивидуальную траекторию посещения деловых, образовательных, а также спортивных и культурных мероприятий. Главное — не потеряться в таком многообразии и по итогам успешно представить, защитить свой проект перед высокими экспертами. Севастополец Евгений Копушкин занимается разработкой программы развития Орлиновского муниципального округа. Он считает, что Архипелаг — самая лучшая возможность, чтобы доработать и презентовать свои идеи. На этом мероприятии, на Архипелаге, мы как раз таки хотим выстроить эффективное взаимодействие с исполнителями власти города Севастополя. Для того, чтобы наш проект стал более узнаваемым и понятным, мы готовы рассказывать о том, что мы делаем и чем этот проект уникален. А уникален прежде всего тем, что он строится из инициативы снизу. Одной из основных площадок интенсива станет Севастопольский государственный университет. Его студенты и преподаватели уже не первый раз представляют свои технологические разработки и выигрывают средства на реализацию проектов. Будет большой проект, связанный с развитием темы электромобилей в Российской Федерации. И пробег будет Симферополь-Севастополь, который завершится у стен Севастопольского государственного университета. И можно будет посмотреть разного рода решения со всей страны в области электромобилей. В том числе там будет и наше небольшое решение. Хотел бы напомнить, что Севастополь и Крым объявлены пилотной зоной по развитию электротранспорта в Российской Федерации. Поэтому это очень символично. Приобщиться к миру высоких технологий смогут все севастопольцы. С 6 по 15 июля на летней эстраде «Ракушка» будут проходить публичные лекции о современных трендах и мышлении будущего. А 8 июля на Приморском бульваре откроется выставка-фестиваль современных технических достижений «Настоящее будущее». Полина Галушка, Александр Устич, Севинформбюро.